Математика ум в порядок приводит, писал Ломоносов. За три века мало что поменялось. Вот и Маша Серкина из четвертой школы решила углубить свои познания в царице всех наук и подала заявку на грант-губернатора. Я собираюсь поступать в горный университет города Санкт-Петербург на факультет геологии, нефтегазовое дело. Ну и математика – это неотъемлемая часть этого факультета. Мотивацию и достижения оценила конкурсная комиссия. Маша участвует в проекте «Образовательный сертификат для старшеклассников второй год» и дважды «Победа». В том году я занималась преподавателем высшей школы экономики. Также надеюсь, что у меня будет возможность поработать с преподавателями из МФТИ. Это было бы очень достойно, думаю. Вместе с Машей 24 губкинских школьника получили гранты от губернатора. Каждый на 81 тысячу рублей. Потратить их ребята смогут на обучение с преподавателями московских и санкт-петербургских вузов. Занятия стартуют с октября. Вуз мой нужны особые математические умения. Сертификат даёт очень большую возможность в обучении, общении с профессорами. Очень полезно в развитии. Развиваться и получать новые знания старшеклассники смогут по точным наукам. Математики, физики, информатики, а с этого года ещё и химии. Мне нравится этот предмет, я считаю его интересным. И я его собираюсь сдавать, поэтому я решила, что дополнительные знания мне не будут личными. Хорошая возможность для детей к подготовке к экзаменам, потому что репетиторы довольно дорого обходятся сейчас. Это возможность получить бесплатное образование. А ещё шанс обучаться у сильнейших преподавателей страны. Чтобы его получить, старшеклассники прошли серьёзный отбор. Учитывались достижения школьников. Олимпиады, итоги экзаменов, а ещё мотивационные письма. 99 человек претендовали на такие сертификаты. В итоге 25 из них их получили. И, конечно, это здорово, что губернатор нашего автономного округа принял такое решение поддержать самых мотивированных, самых трудолюбивых, самых талантливых ребят для того, чтобы у них было, конечно же, преимущество при сдаче единого государственного экзамена, а потом и возможность поступления в самые рейтинговые вузы нашей страны. А после уже специалистов ждут на Ямале.